Городок Заречный Правильно я говорю, да? Свердловской области Там, где вы родились У вас отец военный? Да, папа военный И вы жили в гарнизоне? В военном городке, да, в разных Я застал период, когда мы жили Это даже не Заречный, еще под Заречный Гамазар в 15 Есть такой военный городок Поселок Гагарский, но это поселок на карте А при поселке был очень большой военный городок И вот я там вырос Вообще первые мои воспоминания Из Германии То есть вот я родился в этом городке В возрасте двух лет Отец уехал служить в Германию А куда в Германию? В Котбус В Котбус там стояла Бригада, десантно-штурмовая бригада Не помню какой номер В общем, отец у меня был десантником Перевелся туда Уже после Афганистана И мои первые детские воспоминания Они связаны с Германией Мы жили в Германии А родился я в военном городке в Гагарском До двух лет там прожил И потом мы вернулись туда же Когда мне было уже лет 7 или 8 Поэтому да, папа военный И такой крепкий, уверенный Очень добрый при этом при всем Вы с ним похожи? Мы с ним очень похожи по психотеку Внешне, по росту, по фигуре Мама говорит, иногда ловлю себе на мысли Когда я руки складываю Как отец делает Или как дед Я очень много схватил Именно от отцовской породы В плане фигуры, поведения, психотипа Отец у меня тоже очень эмоциональный Взрывной, при этом очень добрый Но взрывной как бы по ситуации По какому-нибудь там поводу Он всегда мог постоять за семью За нас, за себя Очень целенаправленный Тип такого альфа-самца В хорошем смысле этого слова Мой отец А вот в 16 лет вы поступили В училище музыкальное в Москве Это вы один туда приехали Или уже семья жила в Москве? Нет, у меня семья до сих пор не живет в Москве У меня все живут Основная часть на Урале Мама живет на Урале Отец Мы привезли бабушку, мамину маму На Урал Она жила в северо-западном Казахстане Она уже старенькая Она сейчас с нами живет Юля, моя старшая сестра Она уехала лет 9 назад Отдыхать в Анапу И сказала Я остаюсь там жить Она сказала Она так же, как и я Она сказала Я не хочу больше на Урал Не хочу перепады погоды Хочу тепло И вот сейчас периодически шлет фотографии Как у нее из окна видно море И зовет Приезжай гости Вот Поэтому Меня все наврали Живут И вы один в 16 лет поехали? Нет В 16 лет У меня Со мной поехала целая бригада Объясню почему Во-первых Негде было особо остановиться Мы позвонили Совпало много вещей Я поехал поступать И мама созвонилась с подругой С нашей бывшей соседкой Еще с военного городка Ютиала, я помню Она вот приехала в Москву Как раз В район Митина Сейчас я знаю, что это за район Тогда я не понимал И Более того Со мной поехал мой педагог Которая со мной занималась И готовила меня по вокалу Которую я безумно благодарен Людмила Ивановна Плотникова Она сейчас профессор В Екатеринбургском театральном институте На отделении музыкального театра Людмила Ивановна, вам большой привет Вас очень люблю Помню Буду наврали Сейчас обязательно к вам заеду Поехала мама Поехал мой педагог Мы поселились вот у нашей знакомой Мами У мамы был повод с ним пообщаться Тоже Они давно не виделись Они были и сейчас большие подруги А я ездил вот Тем более окраина Москвы Мы ездили каждый день Из Митино До Планерного метро Затем 40 минут до Пушкинской Ходили пешком до училища При консерватории Так что меня сопровождали Сопровождали Но потом все Потом я когда поступил Мы вернулись на Урал И уже осенью я приехал на Учебу Один в общежитие И вот с 16 лет я в общежитие И консерватория в общежитии Тоже да А сейчас уже москвич? Да ну какой я москвич? Я скорее житель, наверное Житель-житель мегаполиса Под названием Москва Нет, не москвич? Я люблю очень Москву Я очень люблю Москву Я по несключаю И во многом благодарен Но вот уже сейчас Наступает такой период Когда я стал понимать Что Жалко времени много Находиться в Москве Потому что очень много времени И выходит на движение На пробки Если тебе там 18 лет И тебя это захватывает Ты сегодня общаешься Там, не знаю С пацанами в общежитии Завтра ты с какими-то Профессорами консерватории И потом Вдруг какое-то знакомство Тебя выводит в круг Художников Или больших музыкантов Оперных певцов Танцоров Балетных У тебя дух захватывает От того, что у тебя Такой перепад Людей И людей очень сильных Интересных И возможностей разных Себя проявить И общаться И тебе это все интересно И ты не обращаешь внимание На дороге На все То есть сейчас наступает Период, когда Очень много времени Нужно Тратить на себя На поддержание Своего профессионального уровня Своего развития И очень много времени Съедается дорогой Пробками И количеством концертов Поэтому Я прихожу к тому Что мы либо в Подмосковье Где-то жить Я вщи Никогда Лошадей И не Больше Я вщи И Никогда Больше Лошадей Я вщи И Даже сейчас Я стараюсь Даже в дороге Использовать время Для того, чтобы Себя развивать Потому что мне это Доставляет колоссальное удовольствие До 30 Все было немножко по-другому Мы такие До 30 Наверное Больше Животные Что ли Больше Животного начала Человеческого Когда тебе нравится Именно общение с людьми Глаза Когда там у тебя еще Особенно нет Семьи Друзья Вот это все такое Более Больше Животная часть Человека То вот После 30 Мне комфортно Очень Саму с собой Мне комфортно С близкими людьми И Мне хочется Больше Живлять Время Сейчас очень много Телешоу Где вы И ведущий И участник Я вообще Например Не представила Вы сейчас Вот рассказывали Что жить В Подмосковье Выезжать У меня такое Ощущение Что вы Не уезжаете Оттуда Или это все-таки Такое впечатление Дилетанта На самом деле Свободное время Есть Нет Свободное время Достаточно Все же Съемки Если проходят Они снимаются Блоками Съемочными То есть Я вам скажу Так Что для того Чтобы снять На год Эфиров Романтики Романса У нас Три Пять Пять Основных блоков Съемочных По два дня Получается 10-12 съемочных Дней В каждом дне Мы снимаем По 4 программы То есть Мы снимаем 45 программ За эти 12 съемочных Дней И все То есть Грубое 12 дней Потратил За год На то Чтобы весь год Мне показывали Раз в неделю А в фильмах Вам не предлагают Сниматься? Нет У меня Было какое-то Предложение На заре На заре На заре Медийности Когда только Начиналось После проекта Голос Но как-то Что-то там Не пошло Не сослось И ушло Пока нет Но мне Это было бы Интересно Мне это было бы Интересно А вы бы Кого хотели сыграть? Я не имею ввиду Конкретную роль Гамлета Чапаева А Вот Типаж какой? Что бы это был За герой? Я вам скажу Наверное Что-то Что-то Нереализованное Из детства Юности То есть Мне часто Дают что-то Вот Приписывают Мне Какую-то Импозантность Может быть Интеллигентность Я Наверное Во мне Это тоже есть И конечно На публике Или в рамках Концерта Классического Оно само По себе Включается Потому что Ты идешь Петь Например Рахманинова Ты идешь Петь Русские романсы Ты В каком-то Другом Настрое Ну да Впечатление Я достаточно Такой Хулиганистый Я был И сейчас Я вам остаюсь Все кто меня знают Я никогда не был правил Я очень Добрый Я открытый Я Но при всем При этом У меня очень много Очень много Всего намешано Внутри Я был хулиган Я мечтал быть десантником До того как запел Потому что я вырос В этой среде И я себя готовил К этому Я В 9 лет Там Отец до сих пор Не знает Как выходили на карьеру И в песок Прыгали с высоты Чуть не пятого этажа А четвертого Ну вот такой Очень обилный Мягкий песок А так Я далеко не Не подарок По большому счету В плане характера Я очень эмоциональный Очень взрывной И скорее Вот такой Брутальный Какой-то Пацан И поэтому Мне было бы интересно Сыграть какого-то Ну бандита Может быть Или Или хулигана Главаря Главаря какой-нибудь Мафии Все Какого-то Знаете Такого Или наоборот Какого-нибудь Очень сильного Военного Разведчика Где Где проявление Морского характера Потому что Если уж говорить Про бандитов Да То Это как бы Плохо Да Это плохо Это все Но там есть В бандитских отношениях Особенно я В 90-х Вырос На Урале Там были Такие Знаете Замес Таких Братских отношений Пацанских То же самое Что есть И военных Но скорее Может быть Да От военного Или может быть Такого Креп-крепкого Задорного Дворого Пацана Вот что-то такое И вот буквально Несколько слов Все-таки О музыке Да Давайте поговорим О музыке Вот вы обмолвились Что вы сейчас Опять уходите Из эстрады В классическую музыку Оперу И так далее Это почему? А эстрада Остается просто Потому что От вас этого ждут Я правильно поняла? Это очень Знаете Такой Какой-то Тонкий момент С одной стороны Очень простой С другой стороны Непростой Я не могу сказать Что я ухожу Потому что Не получается Пока По низким причинам И не хочется До конца Наверное Уходить Я хочу Приходить на эстраду После какого-то Глобального Очень интересного Очень мощного Дела Которое Меня Максимально Раскрывает И характеризует А что это Как не опера В моем плане В моем голосе В моем Темпераменте И в моем уже Желании И стремлении Развиваться Для бас-баритона Я скажу так Для драм-баритона Для крепкого Баритона Объемного Большого Мощного Голоса Мои роли Они только По возрасту Подходят И как По темпераменту Как По осмыслению Партии ролей По технике Я подхожу Сейчас К тому моменту Когда я Те эмоции Те краски Которые внутри меня В этой роли В этой арии Я чувствовал Их еще в юности Я физически Звуковом И темперамент Могу Воссоздать Я Чувствую Огромную скуку По ролям По театру По кулисам По вот этой Нудной Мощной Интересной работе По репетициям По узубрению Итальянского языка Выяснять Где закрытый Где открытый Где двойные глаз Могу Разобрать роль Посмотреть В разных исполнителей В разные годы Присвоить Найти Выпиться На сцене У меня очень много Эмоций Очень много сил Если этого не будет То рано или поздно Эстрада уйдет Потому что мне это Мне будет стыдно Мне будет стыдно Петь только это И не реализовав Весь свой человеческий Внутренний И профессиональный Потенциал Мне будет стыдно Переть самим собой Будет более честно Уехать туда-нибудь В глубинку Преподавать Детям Понимая Что ты на том уровне Которым ты можешь И видать И воспитать Им какие-то Мужские качества Пацанам Или девочкам Объясняя Другие отношения Музыку Еще что-то Я пока не знаю Я просто философствую Но сейчас Я в том возрасте Когда у меня Очень много сил Очень много желания Рвения И я очень много Уже сделал Вот даже сейчас Я еще не реализовал Какие-то пункты Я всегда На свои концерты Часто говорю Всем желаю Быть счастливым Каждый день Я сейчас Абсолютно счастлив Я абсолютно счастлив В профессии Я счастливый человек Я занимаюсь Студебным делом Я Вот приезжаю на репетицию Я жду Этой репетиции Я жду Сейчас концерта Согромно Я знаю Что я сегодня Просто получу Колоссальное удовольствие От каждой ноты Изданной Где-то что-то Получится лучше Как обычно Идеально бывает Где-то будет Может быть Просто Даже не ожидал А где-то Может быть Чуть-чуть Что-то не доделаешь Но это я знаю Одно могу сказать Точно Что концерт Будет очень насыщенным Эмоциональным Я себя Выложил на сто процентов И Это будет честный Красивый концерт Идеально бывает Идеально бывает Идеально бывает Звучит музыка. Звучит музыка.